Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это удивительное время. Мы благодарим Тебя за исполненность Духом, за песнопение, за это слово благодати, которое прозвучало. Благослови эту порцию, прославься, Бог наш. Мы желаем продолжать в поклонении, впитывая Твои смыслы, откликаясь, благодаря Господь. Без Тебя мы пустые, с Тобою наполнены. Слава Тебе! Благослови! Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь! Сегодняшнее слово я назвал «Господь действует». В книге Исаии, в 43 главе, очень интересная ситуация написана. Пятнадцатый стих. Я, Господь, святой Ваш, Творец Израиля, Царь Ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу. «И сильных, в сильных водах, путь». Семнадцатый стих. «Выведший колесницы и коней войско и силу». А то он все сделал. Это было замечательное свидетельство его могущества, защиты, обеспечения, дара. Он выводил свой народ. Народу, казалось, попали. Пути нет. Войско видим, самые отборные войска. А нам некуда идти. Путь, Господь, есть путь. Он есть истина по поводу неприятеля, по поводу народа. Он открывает путь. Он находится в той ситуации, где, куда он намеренно привел, позволил. Об этом, кстати, написано в римлянах, в восьмой главе, в двадцать восьмом стихе. Любящие Бога понимают это. У них нет случайностей. И когда что-то происходит, то это имеет печать благоволения Божьего. И он дает и обеспечения. Он дает выход, дает терпение. Он открыл эту дорогу через Чермное море. Они пошли по сухой дороге среди застывших двух стен воды. Мы не знаем, как это происходило, но мы читаем текст, и мы благословлены, не видя, видеть, обнаруживать в духе святом. Народ идет для отборных войск фараона. О, так мы их догоним! И здесь написано «Выведшие колесницы и коней войско и силу все легли вместе, не встали, потухли, как светильники погасли». А вот восемнадцатый стих написан у нас в Русской Библии. «Но вы не вспоминаете прежнее и о древнем не помышляете». Звучит как укор. Вполне возможно, что так и было. Но Господь действует. Он предлагает. И Он предлагает, чтобы не смотрели туда, что было раньше, потому что Он творит все новое. Замечательное было вступление. В Иеремии, в тридцать первой главе говорилось о Новом Завете. Он даст Новый Завет. Он даст Нового Человека. Здесь мы смотрим, и другой перевод может быть, и, вероятно, это лучше, но вы не вспоминайте об этом. Не вспоминайте прежнее и о древнем не помышляйте. Не продолжайте в древнем. У нашего Господа его истинное имя Яхве. Я есть мсущий прямо сейчас. Я действую. И Он обещает, девятнадцатый стих, вот, я делаю новое. Ныне оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи. Реки в пустыне. Я проложу дорогу. Реки в пустыне. Я сделаю, творю все новое. Это наступило в Иисусе Христе. Это было реально для Ветхого Завета. И Он носил свой народ как орел своих потомков на крыльях. 41-я глава книги Исаии. Как удивительно! Господь каждый день нам, новозаветным верующим, имеющим в себе Духа Святого, Дух Святой объясняет нам эту скинью, которая происходит всякий раз, когда мы размышляем над Писанием. И мы видим, об этом говорится в Евангелии от Иоанна в 14-й главе 23-м стихе, «Любящий мои заповеди, слово моё. Его возлюбит Отец». Хорошо. И я возлюблю его. И мы вместе придём и скинью сотворим. Всякий раз, когда мы с вами в Слове Божьем у нас происходит метаморфоза. Мы обнаруживаем, что сегодня всё новое. Я могу подойти с чувством, что «А будет ли?» Не надо. В Библии говорится, что мы воскресли. в Библии говорится в послании к Ефесянам во 2-й главе 4-й, 5-й стихи мы оживотворены в Иисусе Христе. Мы воскресли уже в Иисусе Христе. Мы посажены в Иисусе Христе. Колоссянам 2-я глава 9-й стих «Иисус Христос вся полнота» 9-й стих «И мы имеем эту полноту в себе». Колоссянам 3-я глава 1-й стих «Имея понимание завершённой работы» так и есть. там написано «Мы воскресли и ищем горного, где Иисус сидит, а десною престола величия и силы». Мы с вами в Иисусе Христе, а Христос в Боге. удивительно. И мы читаем Библию, и там мы слышим эти слова «Я творю всё новое». Этот день новый, наши мысли новые, наши устремления новые. Иисус сказал на Фанаилу 1-я глава 50-й стих «Ты поверил, потому что я сказал тебе, что я видел тебя под смоковницей». А как здорово! из духовного мира Он видит всё. Из духовного мира мы в этих смыслах, которые Он говорит, говорим «Аминь». Мы блаженные люди, не видя, видим, верим. Мы благословляем благословлены. Итак, название «Господь действует» и сегодня, и всегда. Филиппийцам 1-я глава, 6-й стих. «Начавший вас доброе дело» Первый пункт, начало. Он начал. «Господь» Он. К Нему пришёл Никодим и сказал «Не понимаю». Я понимаю, что есть нечто большее. Я вижу чудеса, которые будут названы мессианскими чудесами, которые мог сотворить только лишь Мессия. «Но что-то мне не хватает». Иисус говорит, «Если ты примешь в Духе Святом эту удивительную картину, кто перед тобой, то ты увидишь царство». Лука 17-я глава, где говорится, задали Иисусу вопрос «А где царство? Когда придёт?» И Он сказал «Это царство среди вас?» Они могли посмотреть где, где, где? Это Он. А Евангелие Атеана 2-я глава 29-й стих, нет, 19-й стих, его спрашивают «А каким знамением ты докажешь, что ты имеешь право вот так распоряжаться всеми товарами, вернее, тем, что делают люди во дворе храма? Обмены валюты, римскую на храмовую, покупки жертвенных животных разных. не должно было это делать там. Какое знамение? Стоит перед ними обыкновенный человек, ни вида, ни величия. И он говорит им «Разрушьте этот храм». «А о каком храме он говорил?» Они посмотрели на храм, сказали «Да ты что?» Он не стал там объяснять, но они столкнутся с этим. Они разрушат его тело, и он три дня восстановит то, что невосстанавливаемо. Это знамение, вот оно. Мы с вами в вере Слову Божьему родились свыше. Мы продвигаемся, обязательно продвигаемся в Слове Божьем. Наши семьи развиваются. Всё новое, всё новое. Через восприятие Слова мы с вами развиваемся. До этого он дал нам церкви. Он глава церкви. До этого в церкви он дал нам удивительные дары людьми. И всё это епесианам. А 4 глава 11 стих апостолы, евангелисты, пророки, пасторы-учителя – это всё подарки. Для чего? 12 стих там же. Для того, чтобы мы возрастали. обязательно мне необходимо быть в церкви. Мне необходимо слышать слово, потому что наступает, может наступить ситуация, когда я не понимаю, что он действует. И он действует каждый день. Он начал своё доброе дело, когда мы родил нас свыше, мы стали новым творением. Почему иногда нету прогресса в жизни верующего человека? Или же потому, что он не пребывает в слове? Или же его больше привлекает мир окружающий? о котором говорится в первом Иоанна 2 глава 15 стих «Не любите мира». Там нет отчей любви. Мы с вами видим следующее. Нам предлагается всё Писание. И это Писание расшифровывает Иисус в Евангелии от Иоанна в 5 главе 39 стихе. Я же знаю, что вам нравится это. Там написано «Вы исследуете Писание», он обращается к собравшимся людям вокруг «И думаете иметь жизнь вечную, но всё Писание говорит обо мне». Всё Писание 3 глава Бытия 15 стих «Самое начало по нумерации страниц. Там он говорит, как он придёт родиться от женщины и разрушит все дела дьявола. И мы являемся свидетелями. Он начал в нас доброе дело. И мы действуем по его слову. Мы приходим в то место, где Господь благословляет нас. Отец задумал, что он переводит нас из состояния липкой тьмы это Колоссянам 1 глава 13 стих – избавил нас и переместил нас – это его план – в царство сына его любви. А куда же ещё любимчиков? Мы знаем, мы принимаем, мы возлюблены Богом. Вся Библия посвящена тому, чтобы мы люди поняли, как Бог любит нас. И имея это понимание, мы никогда не остаёмся на месте. Мы всё время… Он начал и он продолжает. Второй стих. А когда он продолжает, он уже всё приготовил. Слушайте, всё приготовил. у меня были искания Бога, когда я был в институте. Да и до этого ещё. Я покупал иногда журнал «Наука и религия» и смотрел, что если была цитата, а там, конечно, были цитаты из Библии, разные комментарии я их не читал. Меня интересовали слова Божьей. Ну, вот так это была подготовка. А потом он подарил Библию и раз, и два, и три. Подарил пастора, потом привёл в церковь. Всё ли было понятно? Нет. Но шёл, шло возрастания. Я творю всё новое. В твоей жизни, где была пустыня, появляются реки. А вот его выступление, выступление Иисуса Христа, приглашаю вас. Евангелие от Иоанна, седьмая глава. Великий праздник, и в конце великого праздника люди с удовольствием пьют воду из святого источника. А тут Иисус встаёт. Он центральная фигура для всякого верующего, а мы с вами верующие. Седьмая глава 37-й по 39-й стихи. Иоанн начинает провозглашать то, что написано в 55-й главе книги Исаи в первом стихе. «Придите ко мне, пейте». Иоанн говорит о Духе Святом. Далее идёт пояснение. «И тот, кто будет пить эту воду, которую я даю», это уже Евангелие от Иоанна 4-я глава 16-й стихи, где говорится о том, что тот, кто будет пить эту воду, то в том она станет источником. Всё время идёт возрастание. Послушайте, для человека, который верит в Иисуса Христа, и вдруг он впадает в искушение, так как он верит в Иисуса Христа, послание к Титу, 2-я глава, 11-й стих, он спасён благодатью Иисуса Христа, и у него есть теперь власть всякому нечестию, искушению сказать «Вон!» Как замечательно! Как здорово! Он действует в нас, он начал и продолжает, и у него всегда есть новое и приготовленное. Рассмотрите! Пётр, 21-я глава Евангелия от Иоанна. Ну, так получилось, всё. Вот такой он трижды отрёкся от Иисуса Христа. Ну, теперь что? Только опять свою артель по ловле рыбы. Родственники знакомы. Да, там понятно всё. Нет! Иисус приходит, Иисус призывает. Ну, как поймали рыбу, а потом наполняет, как и в пятой главе Евангелия от Луки. Там он наполнил две лодки. Сети прорывались. Слушайте, когда сети прорываются, рыба удаляется. А здесь сети прорывались, и рыба пополнялась. И Пётр упал перед ним и сказал, выйди. Я грешный человек. А потом он провалил. В тот момент, когда ему казалось, он поможет Господу. Он отрёкся. Только Господь не отрекается от него, потому что он уже куплен дорогой ценой. Вы скажете, но ведь распятие произойдёт позже, а ещё до того, как этот мир был сотворён. Римлянам 8 глава, 29 стих. Всё божество, триединство. Мне нравится. Слушайте, это чудо для нас, мы размышляем. Дух Святой радуется, когда мы так размышляем. Дух Святой желает ободрить нас. Там написано, что Господь предузнал нас до того, как мы пришли в этот мир. Ты несколько тысяч лет назад, и каждого из нас удивляется? Нет. Я, кроме того, знаю совершенно точно. Он знал то время, когда я лично поверю, вы лично поверите, это чудо происходило. И постоянный рост. У него всегда каждый день новое, каждый день эти новые реки живой воды. А посмотрите, целая церковь отошла от Иисуса. Это Ладдикийская церковь. У них было все достаточно, все привычно, ну, как было, так и есть, и замечательно. Так Иисус в эту церковь дверь стучит и призывает лично каждого, кто откроет дверь. В церкви есть дверь, он в нее стучит, а есть и другая дверь, это дверь нашего сердца. И он стучит, откровение, третья глава, двадцатый стих, и обещает, кто откроет это личное. Как люди бывают, верующие люди, когда они, когда он споткнулся и сразу у него страх. Да не бойся, он приглашает тебя на замечательное общение, и ты будешь вместе с ним общаться. Он готовит тебя. Филиппийцам 2 глава 12 стих. Наше спасение мы не укладываем где-то на полке нашего ума «я спасен». Нет, мы полагаем наше спасение каждый день перед Господом. 13 стих. И он тогда творит чудеса. Он вкладывает наши желания по своей воле, с любовью. И что происходит? Мы испытываем эти желания. Что произошло? Он дал и обеспечение, он дал и послушание. И мы с этим послушанием открываем новые дороги, новые пути. Мы благословлены и так он начал. Он предлагает нам прийти и он уже все подготовил для нас. Он призывает, третий призывает, открывает и обеспечивает. Четвертое. Он делает нас послушными. И мы можем выполнить. Вот что обозначает филиппийцем первая глава, шестой стих. Он начал в нас доброе дело. Он его совершает и он торжествует с ликованием, с пением, с весельем, с милостью любви. он в нас и он дарует нам всегда и сейчас, и завтра, всегда. Это желание, которое он производит. И именно поэтому желание происходит то, что мы идем в этом пути и мы даруем жизнь. Даруем жизнь Господь. Второе послание Коринфянам. 14-й, 15-й стихи. Смотрите, как красиво написано. Меня это восхищает. Дух Святой такой молодец. И причем Дух Святой не только подвигал Павла на написание этих слов, но также и переводчики, которые переводили. Второе Коринфянам, 2-я глава, 14-й стих. Благодарение Богу согласен, который всегда дает нам торжествовать всегда, каждый день. Вы только сели, чтобы слушать, или же вы читаете, или вы размышляете, а попробуйте друг с другом это сделать, а позвоните кому-то. Он всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Давай споем вместе, давай споем песню, подумаем вместе. Слушайте, от нас исходит эта инициатива, поправлюсь от Духа Святого, который дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе. Слово благоухание – это слово упоминается тогда, когда жертва говорится о жертве. Ага, благоухание познания о себе, распятом, о пролип принесшем кровь собою, заключившем новый завет, совершившем обетование, которое открыто в тексте Библии еще из бытия 3 глава 15 стих, о римлянам 8 глава 29 стих, эфисянам 1 глава 4, 5, 6 стихи. Он уже подарил нам во Христе усыновление. Благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте новый день, новые замыслы, новое планирование, ибо мы Христово благоухание Богу в спасении и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Кто способен? О! Он сделал нас способными. Он сделал нас способными. Это его забота. Это его действия. Каждый из нас имеет время. Когда-то это восемьдесят девятый псалом Моисея научи Господи научи нас числять время. Вот он начал. Вот мы в продолжение. Вот мы полагаем свое спасение перед ним. Вот он дарует нам желания. И исполнение этих желаний. Это становится движителем, путем. И это приводит к жизни. К жизни. Даже для тех, кто сегодня отказался почему-то, сказал нет. Только вот мы подарили слова-то вечные. И эти слова, они как звонок, сигнал, для тебя жизнь, как Никодим, который, вероятно, говорил, нет, 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 Мессия. А потом пришел, заявил сначала в Синедрионе, а потом пришел и напомазывал тело Иисуса Христа, который принес себя в жертву за Него. Записано в Библии это чудо. Филиппийцам 1 глава 7 стих «Я так и должен думать». Он начал, он совершает, он совершит. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за это чудо, чудо Евангелия, любви. Это чудо начала каждого дня. Он открывает для нас новый путь. Это путь в Его стезях, в Его направлениях. Это Его путь. Это Его пути. Мы так благодарны тебе, Господь, за учение благодати, за спасение по благодати. Благодарим тебя, что ты уже совершил наше будущее. Кто может посягнуть на твое слово? Блажен, кто верует в это слово. Уже сейчас блажен. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа, как своего спасителя. Скажите Ему простые слова, молитвы. Скажите, дорогой Господь, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня. Я не могу спасти себя. помоги, приведи в живую церковь, люби, прощай, назидай, благословляй. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Богу!